Мистер Барона сообщил, что есть острая необходимость в возвращении в армию наиболее квалифицированных и подготовленных офицеров из числа тех, кто был несправедливо уволен за предыдущее время. Если говорить совершенно точно, то за предыдущий период управления министерством господина Сердюкова и его верного спутника генерала армии Николая Макарова. Фактически, тем самым признан совершенно очевидный факт, о котором мы говорили много раз и который был понятен всем на протяжении всех этих лет, о том, что в армии были проведены абсолютно незаконные массовые репрессии. В советское время, особенно в сталинский период, на который так любят пенять, в ходе репрессий в Красной армии пострадало менее 3,5% офицерского корпуса. Это непосредственно те, кто оказались в лагерях, те, кто были расстреляны. И это называлось массовыми репрессиями. При господине Сердюкове и господине Макарове из армии было изгнано фактически 30% ее офицерского корпуса. Да, не сажали, да, не расстреливали. Но людей фактически точно так же лишали права на любимую работу, а самое главное, был нанесен громадный удар по обороноспособности России. Потому что из армии удаляли самых подготовленных, а соответственно самых немолчаливых, те, кто не хотел молча смиряться с глупыми решениями, сокращениями, развалом уникальных боевых коллективов, развалом военной медицины, развалом военного управления и развалом других структур, в которых предлагалось участвовать молча. Те, кто выступал, кто пытался аргументированно доказывать, что этого делать нельзя, их просто репрессировали. Точнее, просто выгоняли из армии. Многих даже без права на квартиры. Но о квартирах чуть позже. А сейчас вернемся к репрессии. Итак, из армии был выгнан каждый третий офицер. 30% офицерского корпуса оказалось за воротами. В эти 30% попали десятки героев России. В эти 30% попали блестящие полководцы, такие, например, как генерал Молтинской, который проявил себя как очень талантливый и яркий военный руководитель в Чечне. Такие, например, как генерал Хрулев, который фактически силами 58-й армии, а точнее очень небольшой боевой группы, которая вопреки приказам тогдашнего начальника генерального штаба была заранее подготовлена к действиям на случай вторжения Грузии в Южную Осетию. Так вот, генерал Хрулев был также уволен, так же, как уволен командующий Северокавказским округом Сергей Макаров, который так же блестяще проявил себя в ходе этой войны. Фамилию можно называть долго. Но, повторюсь, армия оказалась без этих людей. Конечно, это не могло не сказаться на обороноспособности. Конечно, это страшно унизило и страшно раздавило офицерский корпус. И вот сегодня министр обороны России говорит о том, что нужно возвращать наиболее подготовленных и наиболее способных людей в армию. Вопрос, как это делать.